Кандас, так называют этнических казахов, которые решили вернуться на свою родину. Интересно, что сейчас в числе этой категории все больше молодежи. Многие говорят о том, что в свое время к этому стремились родители, а осуществили их мечту уже дети. Сейчас в Уральске работает Центр Временного Размещения для этнических казахов. Открывшийся в сентябре текущего года, необходимую помощь и поддержку он оказал уже семерым. Анвар Нурмухамбетов родом из Саратова. Ему немногим более 20, есть высшее образование, но строить свою жизнь дальше он хочет именно на родине своих предков. В Саратовской области довольно крупная казахская диаспора. О том, что было бы неплохо жить в своей среде, в Казахстане, он много слышал от родителей. Первым шаг навстречу общей мечте сделал именно Анвар. Желание было давно, но никак не получалось. Пошли в Центр занятости и к начальнику он нас встретил. Все как раз оказал юридическую помощь, помог с документами, сказал, куда обратиться. Нас здесь встретили. Оказали психологическую помощь. По специальности инженер технологии машиностроения. Закончил Энгельский технологический институт. В данное время Анвар занимается вопросами получения гражданства. Специальность у него востребованная, поэтому проблем с трудоустройством быть не должно. Фархат Муканов родом из Волгограда. В Москве учился актерскому мастерству. В Казахстане тоже хочет заниматься творчеством и устроить свою жизнь. У меня давно была мечта получить высшее образование за рубежом и вернуться на историческую родину. Хочу здесь создать семью и найти работу по своей профессии. Спасибо за то, что нас приняли и оказывают такую серьезную поддержку. Задача Центра временного размещения этнических казахов не только поддержать с оформлением всех документов, но социализировать молодых людей. Не все хорошо говорят по-казахски, поэтому в Центре с ними проводят занятия. Ничего страшного, говорит педагог, малыми шагами, но все получится. В, Х, Э, они вообще не знают, если честно. Вот Э и О, они вообще не различают до сих пор. Но диалогом не работает в основном. В основном, получается, между собой на русском все-таки они рассказывают? Нет, стараемся на казахском. А если они чуть на русском, но я всегда стараюсь на казахском. Центр работает меньше года. Для удобства подопечных здесь оказывают услуги юрист, психолог и переводчик, который помогает оформлять документы в государственные органы. Данный центр открыт в рамках государственных социальных заказов и управления координацией занятий социальных программ. И основной целью центра является первичное расселение этнических казахов и членов их семьи. Данный центр рассчитан на 20-колько мест и оснащен всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. А также управлением координацией занятий совместно с центрами занятости ведутся работы по оказанию содействия занятости и необходимой помощи в дальнейшем трудоустройстве. Даже после того, как жители центра смогут начать самостоятельную жизнь, связь с ними будет поддерживаться. С начала года в Западно-Казахстанской области статус Кандас получили 113 этнических казахов. Четыре из них прибыли из Узбекистана, остальные из Российской Федерации. С момента объявления частичной мобилизации на территории России 109 человек выразили желание получить статус Кандас.